Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Из Творения Святителя Иоанна Златоуста, Толкование на Второе Послание к Коринфянам. Милостыня есть благо и Божий дар. И подаяние милостыню подобляет нас по силе и возможности самому Богу. Это больше всего и делает человека человеком. Вот почему некто, представляя образец человека, сказал, между прочим, притча 26, «Многие хвалят человека за милосердие. Благодать – это важнее дара воскрешать мертвых. Напитать алчущего Христа гораздо важнее, чем именем Иисусовым совершать, воскрешать мертвых. Там ты благодетельствуешь Христову, а здесь Он тебе. И награда тому, кто сам делает добро, а не тому, кто принимает его другого. Здесь, при совершении чудес, ты сам делаешься должником Богу. А в деле милостыни ты одолжаешь Бога. Милостыня же является таковой только тогда, когда ты подаешь ее охотно, щедро. Когда ты думаешь, что не даешь, а сам принимаешь. Когда ты признаешь ее для себя благодеянием и приобретением. А не потерю, иначе она и не благодать. Тот, кто оказывает другому милость, должен радоваться, а не печалиться. Не безрассудно ли в самом деле, облегчая скорбь другого, самому скорбеть? Тогда ты делаешь свое подаяние уже не милостыней. Если ты печалишься о том, что избавил другого от печали, то подаешь пример крайней жестокости бесчеловечия. Лучше уже не избавлять, чем так избавлять. Да и о чем, в сущности, ты печалишься, человек? О том ли, что уменьшится у тебя золото? Но если у тебя такое расположение, то совсем и не давай. Если не веришь, что отлагается тебе на небе великое сокровище, то не уделяй. Но ты хочешь воздаяние здесь. Для чего? Оставь милостыни быть милостынью, а не куплею. Правда, многие получили воздаяние и здесь, но это не значит, что они будут иметь больше тех, которые здесь не получили. Напротив, некоторые из них получили вознаграждение здесь, как немощнейшие, потому что еще не сильно вожевали будущих благ, как люди жадные, не знающие приличия и рабствующие чреву, будучи призваны на царскую трапезу и не дожидаясь надлежащего времени, подобно малым детям, лишая от себя истинного удовольствия. Когда хватает вперед и наполняет чрево худшими янствами, так и те, которые ищут награды здесь и получает ее, уменьшает будущую свою награду. Давая взаем, ты желаешь обратно получить отданное по прошествии долгого времени, а не вскоре, чтобы таким замедлением увеличилась прибыль. А в деле милостыни тотчас требуешь воздаяния, и притом знаешь, что не здесь, а там будешь жить вечно, что не здесь будешь судим, а там отдашь отчет. Если бы кто построил тебе дом там, где ты и не думаешь жить, то ты счел бы такое дело потери для себя. Как же ты желаешь быть богатым здесь, откуда еще до наступающего вечера можешь не один раз отойти? Разве ты не знаешь, что мы, подобно странникам и пришельцам, пребываем здесь, на чужой стороне? Разве не знаешь, что пришельцев изгоняют, когда они не ожидают и не думают? Такой участи подлежим и всем мы на земле. Потому-то, что не приготовляем здесь, здесь же и оставляем. Настроим ли мы домов или накупим полей, рабов, сосудов или чего другого, тому подобного. Всего этого владыка не позволяет нам при отшествии отсюда брать с собой. И не только не позволяет, отходя отсюда, брать с собой, но не дает за то и платы, потому что наперед сказал тебе, не собирай и не трать чужого, но собирай и трать только свое. Для чего же ты, оставив свое, трудишься над чужим и тратишь чужое, чтобы погубить и труд, и награду, и после подвернуться крайнему наказанию? Не делай этого, молю тебя. Но если мы пришельцы по естеству, то будем пришельцами и по произволению, чтобы там не быть пришельцами презренными и отверженными. Если мы здесь пожелаем сделаться гражданами, то не будем гражданами ни здесь, ни там. Если же останемся пришельцами и будем жить, как свойственно жить пришельцам, то получим право граждан и здесь, и там. Праведник, даже ничего не имея, и здесь располагает всем, как своим. И, перешедший на небо, узрит вечные свои кровы. Здесь не потерпит он никакой неприятности, потому что никто не может сделать странником того, для кого вся земля – Отечество. А достигшись своего Отечества, он получит истинное богатство. Итак, чтобы нам воспользоваться и теми, и другими благами, как настоящими, так и будущими, будем пользоваться настоящими, как должными. Таким образом, станем и гражданами небесными, и получим великое дерзновение, которого все мы и досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава с Отцем и Святым Духом ныне и признаем во веки веков. Аминь. Аминь.